Очередная лекция интеллектуального клуба химия слова, организованного Тольятти Азотом для всех жителей города, состоялась во дворце культуры Туаза. За все время существования просветительских проектов химия слова и литературный оркестр впервые в лектории шел разговор о художественных произведениях с точки зрения их скандальности. Наверное, любое произведение классической литературы или любой шедевр, он так или иначе является скандальным, потому что он запомнился публике. И вопрос, почему, какие механизмы действуют, что хотел сказать автор, мне кажется, именно то, о чем он сегодня расскажет. Молодой преподаватель лицея Высшей школы экономики, автор программ в культурно-образовательных центрах Елизавета Косилова представила зрителям интересную тему – скандальные произведения классиков, как читать и понимать. Сегодняшняя лекция будет скорее смещена несколько в сторону читательской рецепции. Какие книги и почему становятся скандальными, с какими темами связана скандальность. Ну и помимо этого мы попытаемся сделать еще один шаг и посмотреть, а что, собственно, в этих произведениях делает их скандальными, помимо избранных тем. И мы, я надеюсь, вместе с слушателями придем к выводу, что скандальным произведение становится не только, и я бы сказала, не столько из-за каких-то тем, которых оно касается, сколько из-за определенных художественных приемов, которые и делают произведение вызывающим. Скандальным произведение делает одна из трех тем начала лекцию Елизавета – сексуальность или телесность, политика и религия. При этом в культуре ничто не может оставаться скандальным раз и навсегда. К сожалению, многие классические произведения с течением времени бронзовеют. Сегодня они не кажутся нам скандальными, потому что мы не ощущаем того, что чувствовали первые читатели, видевшие в них нарушения норм и правил. Скандальным произведение становится в определенном контексте. Например, когда затронута какая-то острая политическая тема, она способна сделать произведение скандальным, но ненадолго. Политический аспект теряет свою актуальность самым первым. Скандальным произведение делает не столько тема, сколько способ ее подачи. На примере романа Владимира Набокова «Лолита» лектор говорила о художественных особенностях произведения, поднявшего вокруг себя много шума. И сама тема, и форма подачи повествования от первого лица шокировала читательскую публику, которая заподозрила в этом авторское оправдание поведения главного героя. Филолог считает, что роман Набокова ставит еще один вопрос – может ли интеллектуальный человек быть безнравственным или преступником? Роман Дэвида Лоуренса «Любовник леди Чаттерли» был написан в 1928 году, но попал к читателям только через 30 лет после смерти автора, вызвав сенсацию. Впервые в литературе была затронута тема, о которой не принято говорить – семейные отношения супругов, один из которых – инвалид. В романе несколько пластов – социальный, психологический и неомифологический. Сегодня произведение Лоуренса считается классикой, а сто лет назад автору пришлось убеждать читателей, что чувственность не надо подавлять, чувства не могут быть постыдными. Скандальным может быть произведение предназначено и для детской аудитории, продолжила рассказ филолог. Например, книгу о Гарри Поттере некоторые представители религиозной общественности посчитали неправильной, вредоносной, которую надо исключить из круга чтения детей, напомнила зрителям Елизавета. Принято считать, что детская литература ориентирована на формирование правильных моделей поведения, и некоторые темы не должны в ней затрагиваться. Например, такие, как смерть. Но современные авторы начинают откровенно писать о проблемах детей. Филолог назвала замечательный роман Ракель Паласио «Чудо», о мальчике с редким заболеванием и его адаптацией во внешнем мире. Закончив свою лекцию, Елизавета Косилова ответила на вопросы зрительного зала. Я узнала о каких-то произведениях, которые я не читала, которые я, скорее всего, возьму, прочитаю. И я уже буду знать, что они поднимали такие-таки темы, и я буду больше вникать, понимать происходящее вообще в них. То есть мне это интересно, как получить какие-то дополнительные знания. Интересно было взглянуть на такую скандальность со стороны. То есть мнение автора, которое он закладывал, не смотреть сквозь призму того, что вот скандальная литература, что-то плохое, а со стороны того, что глубокий скрытый смысл. Сегодня мы затрагивали интересные моменты, о которых действительно не всегда говорят. Узнали много нового, и эта лекция мне понравилась. Несмотря на то, что она все-таки популярная, в ней настолько глубоко проработан материал, что можно назвать ее как большой научной работой. Вот мое такое мнение. Я всем рекомендую посещать лекции в Тольятти Азот и с удовольствием получать новые знания, впечатления, эмоции. Тольятти Азот приглашает зрителей во дворец культуры Туаза на следующую лекцию интеллектуального клуба «Химия слова», которая будет посвящена истории Ставрополя-Тольятти. Вход свободный. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова